дисплей от mi8 сегодня будем менять 70 евро стоит 70 75 евро плюс замена там 20 30 аппарат снял с сепаратора горячие нагреты можно смело снимать крышку помню здесь шлейф от отпечатка аккуратно снимаем крышку чтобы не отрывать его легко снимается крышка можно не нагревать до 100 градусов 60 70 мне кажется будет достаточно кстати телефон включен дисплей потухший телефон работает звуки есть сейчас подключим дисплейный модуль проверим отключим телефон моделька в представлении уже не нуждается уже заполнено заполнены магазины этими брендами и европейский российский наверно так смотрим что тут куда идет дисплейный модуль разъем у нас где-то здесь снимаем верхнюю крышку тире антенны модуль так это у нас пломба стоит на черном винте снимаем черный винт ну и два вот таких вот громого цвета важно не перепутать так камень чел пришел быть и как и это это и это и и и и и а и и ноги если на ремонт 5 iphone 100 лет у меня не было пятерок обычно так поехали дальше включаем батарею теперь давайте подключим дисплейный модуль проверим застёгиваем батарею включаем модель известный бренд появился на дисплее 18 года модель европе он там что-то около 350 евро стоит сейчас по-моему в испании 9 уже вроде вышла там по-моему на евро на 100 дороже стоит не знаю еще не держал в руках говорят оригинальный дисплей не знаю правда нет ну качество радует включаем аппарат будем клеить включаем аппарат будем клеить снимаем батарею включаем так у нас один шлейф дисплейного модуля идет он снизу то есть походу системку трогать не надо батарею необходимо будет снять потому что шлейф проходит под батареей забыл выключить сепаратор так нижний модуль давайте снимем на всякий случай может быть это делать и не надо не знаю еще эту модель я еще не менял складываем винты по цвету как видите здесь у нас три цвета серийский черный и один бронзового цвета желтого крайний снимаем нижний динамик так давайте попробуем потянуть и снять батарею за жгуты и посмотрим насколько они крепкие на ми восьмом вот я удивлен я вам скажу очень крепкие вазов 3 наверное крепче чем на айфоне облегчает нам работу отлично вот на всех моделях вот так снималась батарея особенно на huawei их было бы здорово вот шлейф дисплейного модуля я сомневаюсь что это оригинальный дисплей дисплей дисплейный модуль но качество неплохое так теперь можно аккуратно снять дисплейный модуль он убитый тем не менее спасать его не надо тем не менее давайте его аккуратно снимем для этого ложим телефон как обычно на сепаратор который я только что выключил так сейчас его под нагрею буквально две минуты продолжим снимать к оставлю на паузу продолжим горячий аппарат снимаем дисплейный модуль напишем дешевые топлив Довольно легко, потому что приклеен только по бокам с торца. Очень легко снимается, приятно работать с такими телефонами. Смотрим сразу. Не заклеенные компоненты дисплейного модуля, который мне продали за 70 евро. Давайте перенесем. Заклеенные у нас вроде. Больше ничего не нужно. Снимаем отсюда только решетку в защиту верхнего динамика. Тут пыль и водонепроницаемая защита стоит. Переносим на новый дисплейный модуль. Стоит водонепроницаемая прокладка. Силиконовая. Не будем пока ее снимать. Я всегда оставляю всяческие силиконовые прокладки, которые крепко приклеены к корпусу, для того, чтобы балансировать дисплейный модуль, чтобы он ровно лежал. Согласитесь, без разницы, куда клеить на голую рамку, либо на хорошо приклеенный силикон. Я считаю, нет разницы. Зато высота по всему периметру дисплейного модуля посаженного уже будет одинаковый. Поэтому убираем осколки крупные, которые будут мешать правильной посадке. Можно обезжирить, убрать пыль из-за пропилового спирта. Так, давайте его приложим, посмотрим, как он будет сидеть. Не спешите лепить клей. Всегда нужно сначала прикладывать, смотреть, как все это будет смотреться. Немного мешает низ. Я сравниваю. Посмотрите, насколько выпук шлейф дисплей. Здесь он пригнутый. Соответственно, с этим надо что-то сделать. Это прокладка. Конечно же дисплей не оригинальный. Просто видно. Давайте ее немного припустим. Аккуратно. Очень тонкая. Пробуем еще раз. Вот уже лучше. Представьте, если мы не приставили дисплей на место, сразу налепили бы клей, все это дело у нас бы не село, мы бы снимали, появились бы все эти сопли. Поэтому всегда перед тем, как нанести клей, посмотрите, как дисплей будет лежать в рамке. Можно клеить. Обязательно на зажимы. Потом часа на три я бы сказал. Потому что не нравится мне вот этот шлейф. Не совсем настроенный, не совсем подогнутый. Уверен, оригинал смотрелся бы совсем по-другому. Итак, наносим клей. Ничего здесь не залапайте, не трогайте пальцами линзы, датчика, камера. Место для клея у нас очень ограничено, как видите, по периметру. Здесь стоит выбор. Нужно еще решить, куда его нанести. Либо на дисплейный модуль, либо сюда. То есть, я думаю, проще будет нанести на дисплейный модуль в данном случае. Поэтому аккуратно будем садить, я думаю, на E8000. Он погуще, плюс у него пипетка потоньше. Понравилось мне работать с этим клеем. Не говорю, что B7000 плохой, но... Пенегатило. Пенегатило. И вот он все равно, я думаю, что. Пенегатило садатом. Пенегатило. Продолжение следует... Да, здесь, я думаю, у нас повылазит клей по бокам. Придется потом аккуратно скальпелем все снимать, когда он подсохнет. Вставляем и слойный модуль. Я думаю, придется снять защитный пластик тоже, потому что он залипнет под клеем. Так будет виднее. Видите, да, здесь чуть повылазило, но это не страшно. Потом это все обрежем скальпелем аккуратно. Вдавливайте его так понемногу, чтобы было видно, что дисплей сел. У нас осталась наклеечка дисплея. Так, в общем-то, не сильно повылазило. Вот, если видно. Потом все это обрежем аккуратно. Итак, пока клей жидкий, собираем обратно телефон. Как раз клей подсохнет. Минуты через две, через три поставим на зажим. И как раз сам раз он схватится с рамкой. Если время затянется, допустим, если будете собирать телефон пять минут, шесть-десять, то можно будет еще раз поставить телефон на сепаратор. Разогреется клей. Вот. И потом уже ставим на зажимы. То есть все просто. Не путаем винты. Застегиваем. Тут у нас без наклейки было вроде. Да, без наклейки. Значит не надо. Ставим батарею. На обычный прием. Там будет достаточно, чтобы она не болталась. Так. Все. Нужно застегивать. Батарею. Ставим верхнюю крышку. Тоже не перепутайте винты. Напоминаю. Два серебристых. Все остальные черные. Отк dentro. З 응стрировано. Хорошо. Все остальные. В общем house. Субтитры делал DimaTorzok Клей у нас все еще жидкий, спешить ни к чему. Давайте сейчас наклеим крышку таким же способом. Если скотч поврежден во время снятия, то его нужно выправить феном. У нас он не поврежден. Давайте нанесем тонкий-тонкий слой клея. Старайтесь не выходить за скотч, строго по скотчу. Не надо ляпать лишний раз клей на крышку. Все, ставим на шею заживу. Субтитры делал DimaTorzok Вот в принципе все. Друзья, это был Mi-8. Часа через два, через три телефон будет полностью готов. Можем будет отдавать клиенту. Вот. Тут по сути-то обрезать очень мало придется, потому что практически ничего не вылезло. Всем спасибо за внимание. Я Дов. Подписывайтесь на канал. Заходите на инстаграм. Постараюсь почаще выкладывать. Друзья, оставайтесь на связи. Всем удачи. До свидания.